Книга открытым оком. Тема мусульманства. 18 том. Вопрос 3241. Что в Коране вам лично нравится как христианин? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Мне очень близки слова Карара, где высказана забота о родителях, о близких, о строгости в дисциплине, об экономии. О покорности жен мужьям. Коран. 17 сура, 23 аят. И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям благодеяния. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им «тьфу» и не кричи на них, а говори им слово «благородное». И преклоняй перед ними обоими крыло смирения из милосердия и говори «Господи, помилуй их, как они воспитали меня маленькими». 26 аят. «И давай родственнику, должный ему, и бедняку, и путнику, и не расточай безрассудно». 27 аят. «Ведь расточители – братья сатане, а сатана своему Господу неблагодарен». 17 сура, 33 аят. «И не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. А если кто был убит, несправедливо, то мы его близкому дали власть, но пусть он не излишествует в убиении, поистине ему оказана помощь. И не приближайся к имуществу сироты иначе, как с тем, что лучше, пока он не достигнет своей зрелости. И исполняйте верно договоры, ведь о договоре спросят». Святая Библия. Книга Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мати твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». 1 Тимофея 5,8. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Сирахов 21. «Работник, склонный к пьянству, не обогатиться, и ни во что ставящий малое-мало-мало-мало-помалу придет в упадок». Книга Тавита, 10-12. «Потом сказал дочери своей, «Почитай твоего свекра и свекровь, теперь они родители твои. Желаю слышать добрые слухи тебе». Иаков 1,27. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Стихотворение Родительским собранием день помечен, но в памяти никак не отразится. Директор выступит, прольется в междуречье, разгоряченному меж стульев не сидится. Извиновать от многих одиночек мам помянут происки приблудных выпивох. Постыло разойдутся по домам, и дечище услышит, чтоб ты сдох. Без чести родителям и школе, за дикорастущую крапиву коноплю, прокоуленные выдавят застолья, возрятся пьяно на недоносков злюк. Но ни один нигде не намекнет, про беды в школе дома и на воле, что Библию не сыщешь и с огнем, и без Христа, и в одеждах голы. Собрание с молитвы бы начать, у Бога и спросить благословения, к тому же приучить бы неразумных чад, и не был безумных огорчений. Виновен каждый, в частности, я, заутреннее долгое спанье. Ограничить ли поставь еде и для питья, тогда Царю Небесный вместе пропоем. Да будет страхом Божиим наполнен, и вздох, и взгляд, и шевеление губ. Прости, бессмертный, что огорчали больно, твой раб презренный не расслышал стук. Да будет по Писанию собрание, похвалимся, что Господа мы знаем, и разумеем, Он пребывает с нами, и этот класс подобен будет раю. А дома ждет наследие Божьей дети, продляющую жизнь своих кормильцев. Благодарение свет жилища все осветит, как будто в ранцах сложенные крылья. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.